здравствуйте жители индии впервые за многие десятилетия наконец увидели вершины гималаев потому что из-за последствий пандемии сократилось количество выбросов воздух промышленных и воздух просто очистился по той же причине почти весь китай сегодня можно спокойно разглядеть скажем из космоса и вы наверняка слышали что в каналы венеции вернулись дельфины правда вот это оказалось неправдой тем не менее как пандемия повлияла на землю на климат скажем на природу вообще насколько сильно человек способен влиять на климат об этом и не только об этом мы беседуем с одним из ведущих климатологов россии ученым с мировым именем сергеем кирпотиным который на связи с нами из томска здравствуйте добрый день или добрый вечер сергей кирпотин доктор биологических наук доцент томского госуниверситета родился в москве живет в томске работает по всему миру участник многих международных научных проектов список его званий и наград занимает не меньше страницы текста мелким шрифтом журналисты называют его климатологом но сергей николаевич почти всегда поправляет он биолог который уже на протяжении десятков лет изучает воздействие климата на природу особое внимание уделяет при этом сибири называя ее мега установкой влияющей на весь мир итак сергей николаевич сначала об актуальном а самым так сказать жарком необычайно ранняя весна в сибири и не только в сибири в многих на огородах уже ягода начала зреть а всего лишь середина мая вот многие из-за этого уже буквально кричат вот оно глобальное потепление смотрите началось им страшно а насколько нам должно быть реально страшно вот с точки зрения науки это вот о чем то говорит либо ничего не говорит ничего особенного на самом деле не происходит расскажите очень часто вы знаете не только люди но и к сожалению серьезные ученые это есть такая особенность идут на поводу обстоятельств когда начинается вот такая жара как сегодня мы наблюдаем и все природные процессы сдвигаются на месяц вперед это очевидно это не надо даже быть ученым чтобы такое заметить да то люди начинают вдруг говорить о глобальном потеплении вот наконец-то началось если бы сегодня выпал снег все бы сразу за шумели о глобальном похолодании на самом деле это все одно и то же дело в том что конечно глобальное потепление наблюдается более того я вам могу сказать о том что по ряду причин именно россии в первую очередь сибири являются самыми горячими точками потепления на нашей планете потому что наиболее стремительно теплеет арктика и установлено и даже доказано что именно высокие арктические широты теплеют примерно в два раза быстрее чем остальные регионы нашей планеты но при этом российская арктика особенно сибирская арктика в первую очередь сибирская теплеет в четыре раза быстрее по сравнению с другими регионами планеты поэтому конечно происходящие изменения они совершенно очевидны они иногда носят катастрофический характер но опять-таки дело не в этом потому что иногда мы наблюдаем крайнее метание погоды в современных условиях и это говорит о том что климатическая система перестраивается она стала неустойчивой человек влияет на природные процессы настолько сильно что как говорят некоторые метеорологи я абсолютно разделяю эту точку зрения и сам использовал эти понятия климат стал нервическим или истерическим и поэтому главным атрибутом глобального потепления является даже не повышение температуры когда люди вот говорят теплее стало ой правда глобальное потепление чуть мороз придавил или выпал снег необычные какие-то проявления и начинают говорить что все врут ученые это глобальное похолодание ничего подобного главным атрибутом является резкое увеличение количество экстремальных аномальных иногда катастрофических природных и погодных явлений крайняя неустойчивость современного климата и поэтому мы с вами и наблюдаем такие метания сегодня наводнение завтра засуха резко возрастает количество пожаров наблюдаются повсеместно на территории россии и сибири в частности смерчи которые были не характерны для нашего континента все знают что смерчи это очень обычное явление на великих американских равнинах и даже классические сказки переведенные на русский язык волшебник изумрудного города как раз опираются именно на эти сюжеты да но сегодня это стало абсолютно обычным явлением и для наших территорий и люди обыватели снимают эти смерчи на смартфоны если кто-то считает в сибири что только хорошо нам всем будет если климат немножко потеплеет то они глубоко заблуждаются потому что это сопровождается колоссальными потрясениями ну например все рассчитывают что мы можем выращивать не только в сельском хозяйстве но и на своих приусадебных участках более теплолюбивые культуры но тут же на эти культуры нападают новые вредители которые в более теплом климате начинают атаковать урожай и все наши кажущиеся преимущества они тут же нивелируются и обращаются так сказать в негативные явления или например оттаивают какие-нибудь ужасные редкие микроорганизмы которые на протяжении тысячелетий иногда миллионов лет были законсервированы в мечной мерзлоте те же самые вирусы вот мы сейчас имеем ситуацию с ковидом и понимаем насколько это серьезно но мы еще пока абсолютно не представляем что может вытаить из нашей вечной мерзлоты и это еще одно чрезвычайно перспективное направление для исследования извините а уже зафиксированы какие-то оттаившие вирусы бактерии которые раньше мы не наблюдали в активном виде вот уже какие-то вот такие пугающие вещи мы можем видеть они происходили более того мы с ними сталкивались и наши экспедиционные группы которые например работали на ямале когда два года назад на полуострове ямал это крайне север западной сибири оттаял могильник северных оленей и там была заморожена сибирская язва и к сожалению это вернее к счастью эта ситуация разворачивалась благоприятно в том плане что были приняты достаточно профессиональные меры и предотвратили распространение заболевания вот был очень жесткий карантин и те люди которые находились поблизости они тоже были участниками этого карантина но удалось так сказать эту вспышку погасить зародыши и ничего страшного не случилось но могло бы и случиться в этом смысле я скажу хочу сказать что нередко наши службы работают достаточно профессионально так что такие вещи они уже происходят и трудно представить что еще может оттуда вытаить потому что эти вирусы эти микроорганизмы которые на протяжении очень длительного времени были законсервированы естественно современная природа и современный человек к ним как бы не готовы ну сергей николаевич такие пугающие перспективы рисуете а чего дальше ждать и насколько здесь роль человека на самом деле важна насколько он влияет на эти изменения знаете роль человека здесь исключительно важна и хотя существует особенно в россии достаточно большая армия среди ученых скептиков концепции глобального потепления которые это все отрицают сегодня просто подавляющее большинство серьезных ученых уверенно и даже не сомневается в том что нынешнее глобальное потепление имеет антропогенную природу причину то есть это все спровоцировано человеком и это даже не надо уже доказывать это просто то что доказано аргументы можно их много приводить и это займет достаточно много времени вот представьте себе что тысячелетия и даже миллионы лет наша планета накапливала углеводороды своих недрах а мы за последнее столетие особенно интенсивно за последние 50 лет сожгли невероятно огромное количество этих углеводородов и так сказать продукты горения выбрасывались в атмосферу тот же углекислый газ конечно это очень мощное воздействие на атмосферу нашей планеты и поэтому можно сказать однозначно что человек очень сильно влияет на все природные процессы также можно сказать о том что мы уже опоздали с принятием решений и мы не сможем остановить процесс глобального потепления как бы нам это не хотелось я объясню почему потому что тот углекислый газ который мы уже выделили он уже находится в тропосфере в нижнем слое атмосферы и он нашу атмосферу отепляет а срок жизни молекул углекислого газа в атмосфере нашей планеты составляет чуть более 100 лет то есть представляете на 100 лет мы как бы обеспечили потепление но что мы можем сделать и что для нас критически важно пока еще мы можем замедлить этот процесс мы можем получить отсрочку мы можем лучше приготовиться и даже адаптироваться к тем негативным последствиям с которыми столкнемся в ближайшее время и вот об этом людям надо очень серьезно подумать вот смотрите что происходит на нашей планете пока например европейские страны с ужасом относятся к проблеме так называемых беженцев которые бегут в более благополучную европу от военных конфликтов и от терроризма но на повестке сегодня стоит абсолютно другой процесс и мы пока даже не понимаем что в ближайшие годы ближайшие десятилетия мы столкнемся с мощнейшим потоком так называемых климатических беженцев которые будут бежать из более засушливых регионов по одной простой причине просто кончится питьевая вода сегодня многие регионы нашей планеты уже находятся в критическом состоянии кстати те именно регионы которые имеют миллиардное население такие например как индия и китай да и куда все эти люди пойдут иначе они будут обречены не то что на вымирание но на очень серьезные проблемы и конечно все эти процессы нужно предвидеть и нужно к этому готовиться и нужно очень серьезно обсуждать на самом деле человечество создает большинство проблем или как мы любим это красиво называть глобальных вызовов с которыми само же потом мужественно борется и то же самое мы видим в ситуации с коронавирусом но к сожалению вернее к счастью я этот коронавирус хотя конечно это ужасная беда и большое количество людей гибнет и это очень плохо но с точки зрения природы я рассматриваю эту ситуацию как очень полезный урок который человечество получил и должно пройти но к сожалению для людей мы этот урок не прошли мы не научились сообща бороться с глобальными вызовами или с крупной бедой вместо того чтобы объединить усилия всему человечеству борьбе с этой проблемой с этой напастью что мы видим что происходит страны еще больше разъединились стали искать виноватых обвинять друг друга в этой ситуации да и возникла разобщенность и все это говорит о том что люди себя повели в этой ситуации абсолютно незрелой абсолютно недостойно поэтому я совершенно искренне считаю что будущее за интеграции кооперации взаимодействием а нисколько не за конкуренции потому что перед лицом глобальных вызовов мы можем спастись или решить эти проблемы только сообща поэтому я считаю что пока мы урок с коронавирусом сдали на двойку экзамен не прошли это говорит о том что ближайшее время мы вынуждены будем столкнуться с другими подобными экзаменами и так будет происходить до тех пор пока люди не научатся жить на этой планете достойно объединять свои усилия в решении проблем серьезных глобальных перед лицом которых мы сегодня стоим кстати вот что нужно современному человеку нужно научиться жить в условиях вот такого резко меняющегося нервического истерического климата когда каждый день вот завтра сегодня мы можем ожидать какую-то угрозу вот пока стоит солнце за окном прекрасная погода я не исключаю того что может начаться буря и мощнейшая гроза и где-то сорвет крыши где-то упадут деревья и люди будут находиться в состоянии повышенной опасности риска конечно такие вещи нужно ожидать и ожидать каждому человеку они уповать на какие-то службы и не обвинять потом эти службы потому что а что-то сделал сам для того чтобы защитить себя из своих близких вы знаете вот история с коронавирусом нам показала что люди сегодня часто беззащитны перед надвигающимися и возможными бедами вот вы знаете если где-то отключается электричество на несколько дней или на несколько часов в современных мегаполисах это уже воспринимается как жуткая катастрофа как конец света потому что люди не знают не умеют выживать в этой ситуации мы часто проходим летние школы для иностранных молодых ученых и студентов и я с удивлением обнаруживаю вы даже наверное предположить не можете какие студенты из каких стран сегодня наиболее беззащитные в природе вот как вы считаете наверное из самых богатых швейцария может быть швеция в германии наверное более подготовленные люди подозреваю скандинавы более подготовленные как ни странно и даже американцы а вот самыми беззащитными я в это тоже с трудом поверил оказались китайцы потому что это поколение гаджетов и уже китайские ребята элита китайская которые выросли в мегаполисах и не знают что такое природа в принципе не знают они не могут развести костер когда им говоришь поставь кроссовки посушиться они ставят их на раскаленную плиту и все это сгорает да когда их просишь включить и газ это может привести к пожару жуткому и непоправимым последствиям они вообще ничего не умеют делать это просто это просто ужас да и вот если такие люди вдруг по какой-то причине попадут заблудиться в лесу в тайге понимаете они они не выживут они не смогут собрать ягоды они не смогут развести костер я не уверен что они смогут даже найти питьевую воду и так далее и так далее то есть вот все эти ситуации говорит оттуда говорят о том насколько сильно вот человечество обезоружило себя вот да и кстати какие уроки нам еще дает коронавирус не хочется сильно рассуждать на эту тему потому что могут немножечко негативно воспринимать мои рассуждения но тем не менее посмотрите что происходит где самая высокая оказалась смертность от коронавируса я не хочу осуждать и ругать другие страны но там где был очень высокий уровень жизни считалось наиболее эффективное эпидемиологическом плане здравоохранения америка имела высочайшую оценку но в италии тоже все считалось на самом деле благополучно и что мы имеем для для сравнения для примера вы знаете самой эффективной стороной я про белоруссию не говорю там своя дурь а вот самой эффективной стороной борьбе с коронавирусом какая оказалась тоже трудно представить вьетнам который имеет абсолютно протяженную границу с китаем и они сумели все это придавить задавить но почему нельзя это все сводить только к специфике режима тоталитарного и так далее когда вся страна может по приказу вождя построиться как на войну и соблюдать все меры да для вьетнамцев это характерно они могут мобилизоваться у них еще это война так сказать предыдущая сидит в крови но не только это а наверное потому что там была вопиющая антисанитария это говорит о том что люди постоянно сталкивались с разнообразными инфекциями понимаете о чем я говорю да и америка уже на протяжении многих поколений фактически сидит на антибиотиках это наиболее важные медикаменты абсолютно все эти цивилизованные люди разрушили себе иммунитет поэтому все цивилизованные благополучные сытые обеспеченные люди они первыми оказывается вот попадают под угрозу потому что организм не может бороться с инфекциями он просто мягко говоря разоружен поэтому вы знаете может быть и не стоит насаждать антисанитарии в цивилизованных странах но по крайней мере об этом задуматься да и человеку все таки не стоит жить в абсолютно стерильных условиях когда его организм оказывается в конечном счете абсолютно безоружен и не готов вот к таким возможным инфекциям то есть уловили да о чем я говорю и здесь нужно соблюдать очень интересный тонкий баланс потому что все хорошо в меру я вот подумал многие об этом говорят дескать человек же совсем ничего на земле живет еще до человека до его появления до автомобилей были климатические потрясения так объясняют эти люди это значит что человек не так уж сильно влияет это бы все произошло все это потепление и без него да климат менялся всегда и даже видимо были эпохи которые оказывались более теплыми чем сегодняшние но понимаете никогда не была так велика роль человека просто он не проявлял себя в такой степени не было этого фактора а сегодня он появился и поэтому нынешнее потепление это однозначно доказано происходит под влиянием человека и самое главное убийственное подтверждение происходящих изменений под влиянием человека состоит в следующем если бы это хоть в какой-то сфере степени было связано солнечной активностью как раньше потому что есть многолетние изменения там прецессии изменения орбиты да угла наклона оси земли и многое другое что влияет на климат на протяжении вот допустим тысячелетий иногда сто тысяч лет это вот циклы оледенение межледниковой эпохи да это все проявляется но если бы эти изменения шли от солнца и были бы связаны с естественными причинами то происходило бы следующее сначала бы прогревались верхние свои атмосферы стратосферы которая ближе к космосу потом бы также прогревалась и тропосфера и потепление бы наблюдалось во всех слоях атмосферы что мы имеем сегодня это удивительно у нас тропосфера невероятным образом разогревается что связано именно с парниковым эффектом с отраженной радиации да которая задерживается вот этим экраном состоящим из углекислого газа метана водяного пара и других парниковых газов а стратосфера которая ближе к солнцу при этом охлаждается это говорит о том что тепла то от солнца поступает меньше атмосфера при этом разогревается и какая может быть причина кроме деятельности человека да никакой это одно из самых убийственных доказательств самых простых самых понятных на бытовом уровне потому что это физика по поводу уроков я вот действительно подумал всего там месяцок не поработали заводы а уже налицо результат вообще насколько сильно вот по вашим оценкам действительно и в чем это выражается вот эта ситуация с пандемии показала зависимость природы от влияния человека ну вы сами все сейчас объяснили это очень заметно это очень показательно это очень сильно но я не могу сказать что это надолго как только удастся людям преодолеть эту критическую ситуацию и немножко избавиться воспрять от этого страха и невозможности действовать в привычном русле ведь коронавирус что произошло связал руки просто людям да поэтому природа немножко вздохнула но пока эти изменения хотя и очень заметные очень яркие очень наглядные очень показательные но все может чрезвычайно быстро вернуться откатиться назад когда мы начнем жить привычным образом в привычном русле может даже стать еще хуже потому что люди начнут наверстывать упущенное да и очень быстро вернут то что было в природе раньше вот и вот те изменения изменения хрупкие ощутимы и замечательные которые мы сегодня видим они можно сказать быстро исчезнут нельзя считать что это случилось надолго но если бы люди захотели действительно чему-то научиться и сделать выводы из этой ситуации пройти этот урок достойно то можно было бы очень многое на этой планете поменять потому что существует глубокое заблуждение которое людям навязывается о том что есть такое понятие экологически дружелюбная экономика environmental friendly economy и что такая экономика такое ведение хозяйства возможно только для чрезвычайно богатых стран это абсолютная неправда вот и любые страны независимо от уровня развития могут встать на этот путь и он одинаково выгорен как для бедных так и для богатых почему да потому что все очень просто пожалуйста экономьте и сортируйте и правильно обращайтесь с отходами это уже пол дела экономьте электроэнергию всеми возможными способами каждый должен начинать себя не надо пенять на государство здесь общая культура людей должна расти в этом отношении делайте систему управления производством более эффективной безотходной энергомичной и так далее да и вы получите огромные результаты часто для этого нужны не какие-то сумасшедшие инвестиции а просто желание воли людей потому что очень многое упирается в нашу ментальность вот представьте себе мы где-нибудь в регионе любом расставим контейнеры для разделения мусора и вы думаете люди сразу начнут правильно их использовать скорее всего нет потому что у них просто отсутствует эта культура сортировки бытовых отходов поэтому как и в других странах они прошли этот опыт это очень просто и успешно делается например через детей вот когда родители начинают сыпать весь мусор в общее ведро а дети им говорят что вы делаете папа так нельзя надо пластик в отдельную емкость сыпать там пищевые отходы в другую остальное мусор в третью хотя бы так и уже это начнет работать сергей николаевич невероятно интересно с вами беседовать спасибо что нашли время ответили на наши вопросы спасибо вам мы беседовали с климатологом сергеем кирпотиным все доброго